Многие люди от чего-то зависимы. От любви, от работы, от денег. И есть те зависимости, которые следует лечить, в том числе и наркоманию. Однако это заболевание влечёт за собой ещё одну проблему – созависимость. Мамы, папы, бабушки, дедушки, жёны, мужья и дети тех, кто употребляет алкоголь или наркотики, попадают в непростую ситуацию – созависимость. Одни пытаются спасти своего близкого, другие строят из себя жертву, третьи стремятся контролировать поведение зависимого. Эти роли являются тремя углами знаменитого треугольника Карпмана – психологической социальной модели взаимодействия между людьми. И все они фатальны как для родственников зависимого, так и для человека, ради которого близкие, сами того не осознавая, играют эти роли. Есть четвёртая роль – это выход из всех этих деструктивных ролей – перестать так себя вести и начать реально решать проблему, обратиться к специалистам, заняться собой, пойти к психотерапевту и понимать, ну, разобраться, получить информацию о том, всё-таки как себя нужно вести для того, чтобы он захотел выздороветь, для того, чтобы правильно повлиять на зависимого человека и получить положительный результат. Андрей Борисов – психолог, эксперт в области зависимости от психоактивных веществ, автор книги «Выжил, чтобы рассказать». Сейчас он работает в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в научном национальном центре наркологии и на протяжении 8 лет помогает зависимым. Он, как никто другой, знает, как бороться с этой проблемой, ведь когда-то сам искал выход из неё. Единственной поддержкой в этом стала его мама. И от того, насколько родственники зависимых подготовлены к выздоровлению близких, зависит эффект. Часто именно проблема в семье. И если корень в семье, то сколько, простите, лечите, сколько не лечите его, если он вернётся опять в ту же среду, из которой мы его забрали, вылечили, поместив в другую среду, вернули здорового ребёнка, ну, здорового относительно, да, уже умеющего жить с зависимостью, умеющий трезвый образ жизни, он прошёл курс реабилитации, там, полгода, год, возвращается в ту систему, которая и пихнула его опять в употребление, то, получается, все усилия нашего лечения, они напрасны. В посёлке Солочи рядом с Рязанью действует Центр помощи зависимым Андрея Борисова, где люди на протяжении нескольких месяцев в хороших условиях проходят реабилитацию, учатся жить, думать, радоваться, работать в трезвой жизни. Они полностью меняют мышление. И те родственники, которые меняются вместе с ними, помогают закрепить эффект трезвости у бывших зависимых на долгие годы и на всю жизнь. Меняется твой ребёнок, и ты не можешь не меняться. Ты должен меняться вместе с ним. Поэтому это необходимо просто. Ольга, как и многие другие родственники зависимых, которые осознают, что борьба с наркоманией и алкоголизмом – это коллективная работа, два-три раза в неделю посещает специальные группы для созависимых, которые проводят консультанты по химической зависимости, психологи, клинические психологи. Если, например, до реабилитации она говорит всё время о нём, что «да он меня злит, он меня выводит из себя, только и знает, что манипулирует, и как мне с этим жить», то во время реабилитации она пытается формулировать уже по-другому, что «я тоже переживаю», то есть говорить уже от собственного лица, от своего, что «я тоже переживаю, у меня есть волнение, тревога, и я понимаю, что тебе тоже тяжело с твоей болезнью, и я это принимаю, хотя бы работаю над этим». А уже после реабилитации она спрашивает его, например, «а что ты планируешь, какие у тебя планы на будущее?» Группы для созависимых помогают отделить чувства и эмоции родственников от чувства и эмоций зависимого. Ведь бывает так, что родственники с головой погружаются в проблемы детей, и человек, как ревнующий супруг, без конца проверяет телефон ребёнка, его глаза, или вовсе забывает о себе. У меня были случаи, когда я забирал парня из дома, точнее, не забирал, сначала встретился с мамой, она собиралась вешаться идти. И говорит, Андрей, вы мне не поможете, я пойду вешаться. Это был разбитый, обезличенный человечек. Три-четыре месяца школы мы проводим, специальные по созависимости группы, терапевты работают с родителями. Я смотрю на уже хорошо выглядящую, цветущую женщину. Только тот человек, который сам находится в уравновешенном состоянии, и который сумел в первую очередь наладить свою жизнь, имеет шансы помочь своим близким. Теперь мамы бывших зависимых людей, которые прошли реабилитацию или сейчас находятся на ней, уделяют себе больше внимания. Чаще отправляются на курорты и умеют легко и правильно общаться с любимыми детьми. Общение идёт, знаете, как будто не было этой болезни. И как все обычно общаются, да, то есть не обращая, то есть не делая акцента на болезнь, да, что она даже была, либо она ещё есть всегда, она будет присутствовать где-то там внутри, да, всё равно это надо понимать, что это болезнь хроническая, будем говорить. Но при этом сейчас стало общение именно вот на таком уровне. Подруги, друзья, ну как-то так. На группах для созависимых родственники могут, наконец, выговорить свои проблемы. Их не осудят и поймут. Они даже перестают бояться говорить другим знакомым о ситуации в семье. И вы знаете, мне стало намного легче. У меня вот это вот ело изнутри. Мне так было тяжело. И от соседей, и вот по работе с кем, и все вот вообще. А всё равно же в итоге все всё знают, только в глаза не скажут. А когда я стала об этом говорить, стали приветки передавать, как Кир там, нормально всё, вот так вот. У меня стало легче намного больше. Кроме того, существует большая проблема. Часто родственники, не понимая, что происходит в реабилитационном центре, стремятся забрать зависимых, проходящих реабилитацию домой, прервав курс лечения. И также на группах для созависимых они могут получить бесценный опыт. Многие очень хотят забрать. Я лично сейчас вот на группах, когда мы бываем, я всем говорю, ни в коем случае забирать нельзя. Нельзя. Это страшное дело, потому что, ну, это вряд ли очень... В основном как бы уже из практики, да, все начинают опять применять там всё, колоться, ну, и всё такое прочее. Вот надо обязательно до конца дойти, принять все, ну, всё, что можно. По истечении реабилитации и ресоциализации, которые за ней следуют, бывшие зависимые, которых поддерживали родители, начинают работать, вести конструктивные диалоги, умеют владеть своими эмоциями и стремятся помогать родителям, которые приложили все усилия для их выздоровления. Однако 70% зависимых попадают обратно в употребление, если их родственники не посещали группы для созависимых или не изучали материал по таким заболеваниям, как зависимость и созависимость. Это реальная статистика, проверенная годами. Как только мы забираем парня, мы сразу обязуем родителей посещать группы, потому что мы тоже работаем на результат и тоже хотим ребят видеть здоровыми и счастливыми. Работа с созависимыми, по сути, это микромодель работы с зависимыми. Как наркоман зависит от наркотиков, так же сильно родственники зависят от этого наркомана. И разобраться с этим в одиночку очень трудно. Я бы хотела сказать, чтобы мамы не сомневались, находили Андрея Борисова. Я прям вот, честно говоря, я, ну, впечатление под большим. Все статьи, все-все читаю и стараюсь прям по многу раз, чтобы запомнить. По словам Андрея Борисова, те родители, которые понимают необходимость собственных изменений, имеют в 4-5 раз больше шансов увидеть своих внуков, счастливую семью, гордиться своим сыном или дочерью. Многие ради получения знаний приезжают на группы для созависимых, которые проходят в центральной части Рязани издалека. Живу я по рязанским меркам, наверное, далековато. Это где-то 120-130 километров. Езжу я раз в неделю обязательно. Иногда получается 2 раза я стараюсь не пропускать, потому что для меня это важно. Так что те родители, которые все еще считают, что для них это не важно, могут взять пример с этих мам, у которых дети около года находятся в трезвости, чьи дети уже строят планы на будущее, начинают работать, продолжают учиться. Эти мамы готовы делиться своим опытом, поскольку когда-то они были на месте тех, кто сомневался, что наркомания излечима. Во всем мире традиция подавать в ресторанах блюда постепенно появилась благодаря русскому князю Александру Куракину. Раньше система подачи блюд была французской. На стол приносили все и сразу. Но весь мир проникся именно русской традицией, как и многими нашими блюдами. Запах дерева, пение птиц, свежий воздух. Эта атмосфера успокаивает и помогает осуществить перезагрузку мышления и настроение для тех, кто сюда приезжает. В спортивно-развлекательном комплексе Семена Оленинская, который известен многим как Рязанский горнолыжный курорт, появилось кафе, которое работает круглый год. Таким образом, теперь там наслаждаться красотой природы, прогулкой у водоемов и воздухом можно в любой сезон. С удовольствием проводя время. За деревянным срубом здесь прячется настоящая кулинарная мастерская. Специализирующаяся в основном на русской кухне кафе предлагает рязанцам и гостям региона то, что не всегда найдешь в городе. Причем свой хлеб, домашние пельмени, сделана нарезка, холодная идет, мы сами заготавливаем соленья, заготавливаем мясную нарезку, свиную рульку запекаем. То есть куриный рулет сами делаем, ничего не покупаете. Получается, собственно, производство. Свой хлеб, блюда из-под ножа – все это подтверждает концепцию кафе, которая находится в месте полюбившимся спортсменам. Кафе само привязано к горнолыжному спуску, и, соответственно, у нас вся пища здоровая, правильная. То есть для спортсменов в основном, но и детей, здесь будет много детей, как бы уже на практике мы уже промониторили. Здоровая, вкусная пища. Кафе «Оленинская» открылась для гостей в апреле 2017 года. В период до наступления первых заморозков в основном оно работает для организации праздничных мероприятий, банкетов. И как только появится снег на этом ландшафте, кафе заработает в полную мощность. Зимой здесь будет максимально уютно, тепло, вкусно и комфортно. Погреться, попить горячий чай тоже мы сами делаем. То есть некоторые напитки, есть облепиховый чай, есть имбирный чай. То есть каждому чаю мы делаем небольшой комплимент. То есть это или овсяные печенья тоже своего производства, ну или что-то другое. Для молодых, которые банкет у нас заказывают, мы готовим сюрприз небольшой. Это или тирамису в подарок, то, что они заказывают и гуляют у нас в свадьбу, или какой-то кекс вкусный. Так что всех гостей здесь любят и стараются поднять им настроение. А что касается количества людей, которые могут здесь приятно провести время, стоит сказать, что это только снаружи деревянное здание, погрузившееся в тень деревьев, кажется компактным. Заведение планировалось еще на тот случай, если у кого-то произойдет какое-то торжество, заказать кто-то захочет банкет, любого плана, абсолютно любого плана мероприятия. У нас вполне комфортный и просторный зал, который вмещает в себе до 120 человек примерно в общей сложности с двумя этажами. На втором этаже можно разместить уютную небольшую компанию в размере 25-35 человек. То есть им будет абсолютно уютно, они будут себя чувствовать и абсолютно уединены. Это место развивается довольно быстро. Теперь здесь есть не только кафе, но и гостиница с различными номерами. От больших до скромных. Кроме того, для больших компаний здесь существуют совмещенные номера с отдельным общим холлом. Гостиница рассчитана на работу в течение всего года, так что посетить Семена Оленинская можно в любые праздники или организовать собственное мероприятие. Еще недавно это место радовало людей только в зимний период, но теперь провести время со своими друзьями или родными людьми, наслаждаясь этой природой, можно в любое время. Стоит сказать, что гостиница в Семена Оленинском, как и кафе, рассчитана на любых гостей. С детьми здесь также отдыхать не только полезно, но и комфортно. Детская игровая комната в кафе Оленинское, открытая веранда, чистая красивая территория вокруг, залог спокойного отдыха. Так что начиная от больших праздников, которые здесь можно организовать до тихого времяпрепровождения, все это можно получить в кафе Оленинское, которое расположено в 15 минутах езды от города на территории спортивно-развлекательного комплекса Семена Оленинская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова